Доброго воскресного утра! Матч у нас Строитель 2, Нефтехимик 2. Итак, Строитель 2. Домашняя команда, хозяева поля и Нефтехимик 2 у нас в гостях. Нефтехимик представляет город Нижнекамск, Строитель 2, город Набережные Челны. Главный судья Бекмулин Алмаз, представители команд Идрисов Алмаз Галиевич, это тренер команды Строитель 2. И Цалко Андрей Сергеевич, тренер команды Нефтехимик 2. Матч сортовал. И сразу у нас жесткий стык в центре поля. Довольно активно начинаются первые минуты и уже сразу же есть первая попытка пробить удар от ворот. Команда Строитель 2 у нас представлена в бело-красной форме и Нефтехимик в зеленой форме. Продолжает пока что активничать команда Строитель 2. Как хозяева этого поля они больше сейчас владеют мячом. И вот есть первый фобот в матче. Фиксирует его арбитр. Пытаются бросить аут команда Строитель, но судья следит за этим и просит команду Строитель разыграть штрафной удар. Что собственно они и делают. И ненадолго совсем Нефтехимик завладели себе мячом, но быстро они его потеряли. Аут. Вот наконец-то вбрасывает уже не Строитель, а Нефтехимик. Игра в центре поля и через левый фланг уже вот Нефтехимик пытается атаковать и вроде зарабатывает первую главу в этом матче. Пошла подача. Не получается зацепиться у Строителя, чтобы создать себе контратаку. Еще одна подача в штрафную площадь. И здесь должен быть, наверное, удар от ворот. Ну и давайте перейдем к составам уже команд. Я думаю, всем интересно знать, кто же у нас представлен на поле. Строитель 2. Галкипер Юнусов Амир. Номер 3. Афанасьев Иван. 14 номер. Колесников Радмир. 11. Гараев Искандер. Снова хорошая атака через правую фланг у Строителя. Попытка прострелить на вторую линию, но там никто не поддержал эту атаку. Можем продолжать знакомиться с составом. Краснов Максим номер 8. Минеев Николай номер 5. Шарин Артем номер 2. И запасные. Брагин Алан. Это галкипер. Сафин Даниэр номер 12. Якубов Даниэр номер 9. Гатауллин Ильяс номер 10. Сарваров Тимур номер 12. Юман Гулов Марат номер 7. Состав команды Нефтехимик 2. Ворота защищает. Обмаев Егор. 52 номер Кузяков Динар. 15-й Салимов Самат. 27-й Сиб Гатуллин Ильнур. Капитан команды. 28-й Прудников Денис. 18-й Степанов Варлам. 94-й Хадиев Инца. Запасные. Галкипер Лукьянов Вадим. 5-й номер Садиков Раяс. 12-й Корчик Демид. 35-й Михеев Матвей. 21-й Жуков Арсений. 29-й Пащенко Сергей. 17-й Тюленев Тимур. Снова Строитель бежит в атаку по правому флангу. Мяч останется ли в поле? Остается. Нарушения нет. Можно играть. Здесь помощи абсолютно нет. 14-му номеру. А 14-й это у нас Колесников Радмир. Вот он по флангу отлично прорвался. Зарабатывает угловой для своей команды. Не оставляет это право Минееву Николаю. Разыграно на ближний угол. Галкипер здесь на месте. Галкипер команды Невтихимик 2. Обмаев Егор. Вынос он производит вперед. И теперь уже другой галкипер Юнусов Амир будет вводить мяч в игру. Пока у нас по нулям. Счет не открыт. Я думаю чуть позже мы с вами посмотрим историю личных встреч. Да в принципе можем и сейчас. Дважды команды встречались. И пока что обе победы за команды Строитель. 6-0, 8-0. Невтихимик в атаке. Будет ли подача? Да она следует. И здесь хорошо сыграно. Подчищает оборона. И вроде должен быть угловой. Судя по движению игроков команды Строитель. Да. Угловой. Сейчас с вами увидим. Ждем. Подачу. Вот она пошла на ближнюю. Ну и здесь даже получается вроде принять мяч. Но в итоге удар от ворот. Ждем розыгрыш от Строителя. Галкипер через ближнего. Выход через левый фланг. Не получается выйти. Да. Пока высокий прессик. Нефтехимик показывает. И не дает команде Строитель выйти из обороны. Вброшен аут по флангу. Ну и вот так вот нефтехимик такие. Задавил своим прессингом. Мяч себе забрал. Вбросили аут. Еще раз сбрасывает. Хороший прорыв по левому флангу. Здесь в подкате стелется защитник. Этихимикар. Номинально имеется в виду, что в данной ситуации он защитник. Возможно по позиции он нападающий. Но отрабатывал как защитник. Будет ли угловой? Да. Посмотрим, чем ответит на угловой нефтехимика своим угловым команда Строитель. Хорошо. Можно пробивать. И заблокирован удар. Снова заблокирован удар. Будет ли третий удар? Нет. Отбился нефтехимик. Здесь очень мощный стык, конечно. И арбитр не стал свистеть, останавливает встречу. Продолжает Строитель пытаться сделать какую-то, так скажем, интересную атаку. Будем уж вот такой эпитет использовать. Но ничего не получилось. Нефтехимик грамотно расставились. И приходится подключать уже галки, прорастягивать оборону нефтехимик. Прошло у нас, между тем, уже 8 минут. И пока счет не открыт. Подбор за Строителем. И вот здесь хорошая, возможно, атака. Можно пробить. Свалился мяч, к сожалению. Здесь прострел в штрафную. Нефтехимик отбились. И можно бежать в контратаку. Как так дают пропустить? И... Гол! 1-0. Сольный проход у нас состоялся от игрока команды нефтехимиком. И... Концовки. 10-ти минутки первой. Мы увидели гол. Отличный прорыв. Втроем вроде встречали его, но... Не дожали. Конечно, по центру проходить нельзя. Давать имеется в виду 52-й номер, если я не ошибаюсь. Отличается. Кузяков. Динар. Счет открыл. И в нашем матче счет тоже открыт. Нефтехимик через левый фланг сейчас пытается прорваться. Мяч должен остаться во владении команды «Строитель», но нет. Арбитр считает, что Аут должен выбрасывать нефтехимик. Ну, в принципе, сложно без ассистентов, наверное, судить немножечко. Все-таки арбитр один, поэтому сделаем небольшую скидочку на этот счет. Мяч должен, наверное, покинуть пределы поля. Ой-ой-ой, аккуратно, аккуратно. В принципе, там уже видно было, что игрок нефтехимика до мяча не доберется. Может быть, и не стоило так сильно подталкивать игрока. Понятно, что турнир турниром, но здоровье тоже на первом месте, можно сказать. Хорошая сейчас атака. Опять снова по центру дает нефтехимику пройти. Но, правда, там коллективно было меньше игроков нефтехимика. 4 на 5. Но, как мы уже увидели в предыдущем моменте, численное большинство строителей – это не всегда показатель. Вот отличный удар с центра поля, да, но как раз-таки по центру. Галкипер на месте. Вводит он мяч в игру, сжигает свечку над полем. Вставать нужно, чисто сыграно. Затянул здесь игрок нефтехимика с передачей. Не сразу он встает. И этот гол не будет засчитан. Был свисток, о нарушении правил. Итак, еще одна попытка строителя прорваться по флангу. Вот нефтехимик забили гол без прорывов по флангу. Да, просто прошлись по центру. Может быть, есть смысл… Сейчас угловой посмотрим. Может быть, есть смысл команде строителей также попытаться по центру прорываться, а не делать это через фланги. Может быть, это и приведет к забитому мячу. Между тем, замену у команды нефтехимик, замена Галкипера при этом. Продолжаем осмотреть нашу игру. 12 минут прошло. Счет пока 1-0 в пользу гостей, в пользу команды нефтехимик 2. И вот снова по центру идет атака команды нефтехимик. И отличная передача на левый фланг. Будет ли удар? Нет, заблокировали. Здесь строитель сыграли хорошо. Уйди направо. Да, так и делает. И даже попытался пробить на заблокировано. Можно сыграть на вторую через дом. Это и пытался произвести отсюда, вот не вижу номера, к сожалению, игрока, но нападающие строители 2, будем так называть. Аут бросает строитель. Позиционный сейчас пытается растянуть строитель своего соперника. И дальше потеря мяча, удар от ворот. Вот в центре немножко у строителя провалы. И далее вот игроку посмотреть, принять, отдать передачу. Даже, возможно, сейчас опасная контратака могла бы быть, но повезло здесь строителю. Юнусов с мячом. Не знает, кого отдать можно. И отдает сопернику в итоге. Мяч в поле. Отличный прорыв от 14-го номера по правому флангу. Делает он прострел и попадает в игрока соперника. В данном случае Колесников Радмир здесь прорывался. И подает у нас угловой Минеев Николай, штатный исполнитель стандартов. В команде строитель 2. Хороший прострел и можно забивать. 1-1. Получилось. Стандарт привел в взятие ворот. Давайте разбираться, кто же забил. Отсюда с комментаторской позиции не очень понятно, кто же все-таки забил этот гол. Ну, судя по всему, второй номер отличился. А второй у нас Шарин Артем. Ну что, ничья пока что. 1-1. Первый тая. Вот так вот нефтехимик ответил на... Вернее, наоборот, нефтехимик забил свой гол за счет индивидуальных действий. Ну а строитель использовал стандарт. А здесь хороший прорыв. По левому флангу от 17-го номера нефтехимика. Тюленев Тимур. Довольно быстрый парень. Ну и остановили его. Ждем мы, когда ведется мяч в игру, но мяч не зашел. Не-не-не, отдай, отдай. Да-да-да, здесь нужно мяч отдать. Делаем мы тоже здесь подсказочки небольшие. Вот теперь правильно введен мяч в игру, а до этого мяч просто не зашел в поле, и поэтому по правилам нужно было перекидывать. Хороший подкат. И мяч покинул пределы поля. Нефтехимик будет бросать аут. Подкат у нас выполнен. Двенадцатый номер. Сафин Даниер. Ну что, будет ли момент, что кто-то из команд выйдет вперед по счету в первом тайме? Пока для арбитра работы не так много. Желтый карточек пока что нет. И здесь голкипер на месте все прочитал. И забрал мяч. Но, опять-таки, отметим, что нефтехимик создаёт очень хорошую атаку. Позволили нападающим остаться за спиной. Снова центр нужно встречать, наверное, здесь. Отбились, но, по-моему, ненадолго. Сюда аут будет бросать нефтехимик. Девятнадцать минут у нас прошло в этой встрече. Около шести минут до конца первого тайма. Около шести минут до конца первого тайма. Надолго, можно сказать, что нефтехимик обосновался на половине соперника. Ну и вот, наконец-то, удаётся выйти. Аут. Должен бросить... Казалось, что бросит строитель, но арбитр сказал, что вбрасывает нефтехимик. Нефтехимик. И вот здесь прорыв нужно не давать. Да, что, собственно, и делает. Восьмой номер. Отлично сыграл. Краснов Максим здесь доработал. А так уже один на один выходил. Тюленев Тимур. Игрой команды нефтехимик. Угловой. Нет, арбитр считает, что всё-таки надо отворот разыграть. Вот здесь, казалось бы, хороший прорыв намечается. Но никто из команды строитель не поддержал атаку. Мяч в поле. Можно играть. Через дом, наверное, здесь надо сыграть в команде строитель. Но вот да, в итоге отбор от нефтехимика. Снова по центру попытка пройтись. Ну, наверное, всё-таки уже строитель-то сделал какие-то выводы и не будет уже позволять. Такие вольности по центру. Коллективная замена команды нефтехимик. Как прямо в мини-футболе. Несколько игроков сразу ушло и несколько зашло. Вот хорошая возможность сейчас забивать галешник. Но в своих же ногах, по-моему, запутался нападающий строитель. Ну и, к сожалению, не увидели мы атаку. Ну, пока. Счёт всё-таки 1-1. Отлично здесь 1-2-1 пытается разобраться. А вот нужно вбрасывать. Сафин Даньярлис прорывался по правому флангу, но не уменьшалась этого успеха. На дальней броске у нас мяч и ошибочка здесь. И возможность ударить появилась у нефтехимика. По центру далее мяч забрать. Дальше нужно пробить. Слишком долго приняло решение нападающий нефтехимика. Ну и хорошо это для команды строитель, потому что удается поймать возможность выбить мяч на угловой. И смотрим подачу. Галкипер на месте забирает. Не сразу, да, со второй попыткой, но забирает. Разыгрывает с ближним. Пошире надо сыграть, да. Здесь вариантов не особо много, поэтому приходится брать игру на себя. Дальше сделать передачу туда вперед. И додавить, наверное, здесь можно, да. Вот уже 3 на 2. 3 на 3, вернее, даже уже атака. Удар, рикошет и галкипер на месте. Хорошая атака и хороший прессинг от строителя. Могли сейчас под конец первого тайма. Строитель выйти вперед по счету. А что здесь? Кто первый? Удар таки состоялся. Но галкипер на месте. Концовка определенно за командой строитель. Удар от ворот, судя по всему, должен быть. Удар от ворот, судя по всему, должен быть. Так вот первого тайма у нас гости будут проводить в атаке. Последняя минута у нас в первом тайме. Пошла подача. На дальний никого нет. Будет ли мяч в поле. Да, он остался, остался. И строитель теперь бежит в атаку. Есть последняя возможность у строителя выйти вперед по счету в первом тайме. Через дом на галкипера. Пошире, да. И дальше потери. Ну и везет, наверное, здесь в команде строитель, что время закончилось. 1-1. Сначала нефтехимик забили, потом строитель ответили. Отдыхаем немножко и вернемся потом смотреть второй тайм. Стартовал второй тайм у нас матча между командами строитель 2 и нефтехимик 2 в рамках. Зимнего первенства. Республика Датарстан по футболу 2022 года. Между командами 2013 года рождения. А вот сейчас бросили команда строитель. Ну и давайте еще раз вспомним составы команд. Строитель 2. Юнусов Амерзыч от ворота. Афанасьев Иван номер 3. Колесников Радмир номер 14. Гараев Искандер номер 11. Краснов Максим номер 8. Минеев Николай номер 5. Шарин Артем номер 2. Запасные. Брагин Алан Галкипер. 12. Сафин Даньяр. 9. Якубов Данир. 10. Гатауллин Ильяс. Сарваров Тимур номер 13. Юман Гулов Марат номер 7. Официальные представители тренер Идрисов Алмаз Галеевич. Команда Нефтехимик 2. Ворота ощущает Абмаев Егор. Кузяков Динар 52. Салимов Самат 15. Сибгатуллин Ильнур 27. Прудников Денис 28. Степанов Варлам 18. Хадиев Инцаф 94. Нарушение правил здесь фиксирует арбитр. Арбитр, кстати, у нас Викмулин Алмаз. У микрофона Флорид Якупов. Запасные у команды Нефтехимик 2. Это Лукьянов Вадим. Галкипер. Он уже сегодня успел выйти на поле. Садиков Риас номер 5. Корчик Демид 12. Михеев Матвей 35. Жуков Арсений 21. Пащенко Сергей 29. Тюленев Тимур 17. Официальные представители тренер Циолко Андрей Сергеевич. Ждем мы стандарт. Нефтехимик его разыгрывает. Удар прямой поворотом. И по центру легко для галкипера. А дальше что он делает? Не очень хорошо вбрасывает он мяч. И будет удар. Отбиваться надо строителю. Пока не удается. Прессингует нефтехимик. Вот здесь хорошо подчищает у нас из-за спины. Вылетает седьмой. Не седьмой. Это второй, да. Брошу прощения. Второй номер игрока команды. Строитель 2. Шарин Артем. По флангу пытался нефтехимик пробежаться в лице двенадцатого номера корочка Демида. Но остановили этот прорыв. И корчик дальше движется. Его оттесняют. И угловой будет подавать нефтехимик. Смотрим. Так, не совсем понятно, что происходит. А, удар от ворот. Ну, вот так вот. Как-то, наверное, поскорее хотелось бы еще до того, как ребята побегут к угловому флажку, чтобы арбитр, так скажем, не забирал драгоценные секунды у команд. А еще до того, как они туда побегут, останавливал бы встречу. А вот так получилось, что успел и поставить, и подать. И только потом арбитр включился. Так, ладно, возвращаемся на поле. И пока, пока второй тайм под, так скажем, инициативой команды нефтехимик проходит. Не дают они пока выйти вообще из своей половины команды строитель. Вот сейчас опять потери, к сожалению, для строителя. Вот игра, наконец-то, перешла на другой фланг. Может быть, здесь получится. И вот он хороший прорыв по центру. И пустые ворота попробовать забить. Ну и выше ворот. Не подстроился под мяч. Нападающий команды строитель город Набежной Челны. Ну да, вот только фланг поменяли, и сразу же образовалась хоть какая-то интересная возможность. Девятый номер у нас пробивал Якубов Данил. Практически мой тезка по фамилии, можно сказать. И что здесь? Галкипер успел выйти, мяч забрать. По центру прорыв опять дают. И все-таки вот здесь подстраховка срабатывает у команды строитель. Удар! Не получается у команды нефтехимик. Хорошо пробить, но зарабатывает угловой. Галкипер все-таки потащил. Да, конечно, и удар, может быть, был не такой сильный, но все равно он сложился. Разыгран угловой. Выход опять не получается. И снова через этот фланг, через левый, пытается выйти строитель. Вот снова мяч ушел в левую сторону. И опять здесь везет строитель. Я же говорю, возможно, для них именно фланг надо пробовать менять. Не лезть в левую сторону, а попробовать играть через правую. Уже дважды туда попытка была пройти. И дважды опасная ситуация возникает. Вставать нужно. Мяч в руку здесь попал, но арбитр не фиксирует. А, рука была опорная, поэтому, возможно, и не стал. Останавливаю встречу. Остался мяч в поле. Остался мяч в поле. Попытка. Через правую флангу строителя пройти в атаку. Еще одна попытка Будет ли попытка прострела в шрафную В принципе там напрашивается Стоят два игрока команды строитель Но не удается И мяч переходит команде нефтехимик А вот у нас сбрасывает команда Нефтехимик Дальше строитель Снова мяч переводят направо Здесь уже можно как-нибудь попробовать Один в один обыграть Пока не получается Что дальше Без удара поворот пока Надо строителю попробовать Пробить Заработали угловой Но уже хоть какая-то Интересная ситуация Вырисовывается Пошла подача Не удается строителю выйти В шрафной площади команды соперника Нужно продолжать играть Все в рамках правил А вот здесь возможно фол Но нет, арбитр говорит, что сыгран по правилам И аут сбрасывает нефтехимик Ждем мы Вот мяча в игру Он состоялся, но неудачный для нефтехимиков Вот это хороший выход И отдать надо передачу Ну затянул, конечно Надо было и передачу отдать Или попытаться самому Мяч обработать и пробить Два варианта уже хороших было Но ни то, ни другое не получается Ну и конечно Недовольны тренерской штаб-команды Строитель Мяч, наверное, здесь покинет Пределы поля И вот мы Увидели с вами этот Игровой момент 14 номер здесь Команды Строитель Бежал в атаку Колесников Радмир Ну и замечательную возможность Конечно он упустил Мог вывести свою команду вперед Пока у нас Отмечу и напомню Что счет 1-1 Ничейный Первыми забили Представители нефтехимика Дальше ответочка От строителя Арбитр устанавливает мяч На нужную точку Стандарт в пользу команды Нефтехимик Звучит свисток И прямой удар Поворот Галкипер на месте Игра у нас на дальнем фланге Пока проходит И На пенальте есть подозрение Ну вот Хорошо, что арбитр молчит И Все благополучно закончилось Для строителя Без Значения Пенальти Снова по правому флангу Прорыв Попытка отдать передачу Но окрыли эту возможность А вот здесь хороший момент Можно было забивать И стелиться Конечно Здесь уже Защита команды Нефтехимик И не дали Строителю Открыть счет Кто первый на мяче В итоге потеря Нефтехимик Будет бросать Аут Должен быть удар Отворот Что арбитр И фиксирует В центре сейчас Идет борьба Правый фланг Стали чаще подключать Команда-строитель Возможно поняли Что там Получается Гораздо лучше Потому что С левого фланга Все-таки Даже выйти Не получалось Со своей половины А вот правый Больше В атаку бегают Минимум По-моему Три такие Опасные атаки Я насчитал Ну и сейчас Тоже Мяч На той Провке Хорошо здесь Сыграно В подкате И что здесь Будет ли удар Нет Отбивается Строитель По центру Выход Снова Правый Правый фланг Поключает Команда-строитель На втором тайм У нас Прошло 10 Даже уже 13 Минут И пока Без забитых Мячей Команды Проводят Второй тайм Нарушение Нарушение Правил Фиксирует Бекмулин Алмаз Арбитр Нашей встречи Пока Больше Нарушает Правила Второй тайм Команда-строитель И хороший Снова Удар Снова По центру Это Больше Такой Наброс Наверное В надежде На борьбу Ошибается Голкипер И Повезло Сейчас Команде Строитель Что Не забила Команду Соперника Но Так Конечно Ошибаться Нельзя Кто Здесь Первый Мяч И Ошибся Защитник Нефтехимика Не смог Вынести Мяч Пытался Видимо Сыграть Понадежный Но Ну и мы Видим Что Надежность Его Сработала Заработал Он удар От ворот Хотя Сначала Казалось Что Будет Углавой Перебить Просит Арбитр Голкипер Вот Мяча В игру С ближним Разыграно Не очень Хорошо Подставляет Конечно Голкипер Свою Защитника Здесь Отлично Здесь Доработано И Классно Подставил Спину Защитник Команды Строитель 2 Я к сожалению Отсюда Не вижу Номера А вот Наконец Этот Фланг Подключает Строитель И Здесь Сыграл Пятый Номер Минеев Николай Отметился Он тем Что Сегодня Подавал Углавой Команды Строитель И Вот Борьба Троек 33 Против 3 В данном Случа Это был Афанасьев Иван Против 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 Не вижу Я Не могу Найти номер 33 В протоколе Бывает А вот Хорошо Здесь Минеев Играл Ушел Он От Опасного Стыка Да Фол Здесь Фиксирует Арбитр И В кое-то Веке Нарушение Правил В пользу Команды Строитель Посмотрим Как будет Разыгран Данный Стандарт Вот так Они Через Брежнева Быстренько Его Разыграли Чисто Здесь А вот Здесь Не дотянулся До Соперника В подкате Афанасьев Минеев Здесь Борется В центре Вот он Хорошо Доборол Своим Мяч Доставил Для своих Партнеров Удар Не Хватило Силы Но Игал Кипер Команды Строитель Не смог Забрать Мяч Перевел Мяч На угловой Смотрим Подачу Пошла Подача И Будет Еще Один Снова Придется Повторить Еще Раз Подача И Все Мяча Пролетают И Кажется Будет Аут Ведет Ведет Нач В игру И И Ищет Адресата И в итоге Не находит Ошибается И Как Это Сейчас Не привело К Взятию Ворот Повезло Строителю Здесь Нужно Было Конечно Получше Вводить Мяч В игру По 12 номер Это Долго Он Принимал Решение И В итоге Принял Ошибочный Вариант 12 Это Сафин Хорошо Здесь Доработано Даже Щиток Отлетел У кого-то Из игроков Девятый Номер Потерял Свой Щиток И В данном Случа Это Якубов Донир Галкипер Разобрал Мяч Можно На левый Фланг Сыграть Но Вариантов Здесь Нет Снова Галкипер В игре Вот Да Вот этот раз Он действительно Как будто Услышал меня И сыграл На этот Фланг Фол Отталкивался Довольно Активно Руками Игрок Комага Нефтехимик Это По-моему Был Хадеев Инсав Переиграть Нужно Так Упустил я Этот момент Желтая Что ли Была Пересмотреть Нужно Да Действительно Есть у нас Желтая карточка В этом матче Хадеев Инсав И получает 94 номер Команды Нефтехимик 2 Коллективная Снова Замена Нефтехимика И Будут Они Вбрасывать Аут В зеленой Форме Напомню Нефтехимик И В белой Команда Строитель 2 Введен мяч в игру Аутбрасывает Строитель Равная И тяжелая Игра Конечно Пока Нельзя Кого-то Выявить Что кто-то Сильнее Нефтехимик С мячом Но Ничем Для них Не уменьшалось Мяч Покинул Пределы Поля Нужно Бросить Аут Пока Пока Много Суеты И Вот Наконец-то Прострелить Нужно И забивать Ну что ж Такое Шикарный Момент Почему Не удается Все забить И Опять Отмечаю Что Правая Фланг Сработал У команды Строитель 14 номер Снова Был Это Снова Колесник Два У него Сегодня Великолепных Шансов Было Вывести Свою Команду Вперед Пока Не Получается Ну Возможно Получится Вот сейчас Удар В створ Ворот Но В ближней И голки Пританцы Уже Читал Закрывал Так А между тем У нас Полтора минуты Уже Остается До конца Этого матча Это так Быстро Время Пролетело Казалось Что еще Много Времени Играть Но Нет Поэтому Сейчас Каждая Ошибка На вес Золота Потому Что Если Кто-то Сейчас Забьет Отыграться Времени Уже Вообще Не Будет Чуть Было Не Привез Сейчас Голкипер Команда Строитель Этот мяч Сначала Вроде Нагнулся Чтобы Его Забрать Руками А потом Решил Сыграть Ногами И Заставил Понервничать Своего Тренера И Вот Так Вот 1-1 Заканчивается Эта Встреча Между Командами Строитель 2 И Нефтехимик 2 Матч Нереализуемых Моментов Большое спасибо Что были с нами Мы Заканчиваем Трансляцию Этого Матча Ну и Спасибо Что были с нами Берегите себя И любите Футбол